Вы меня уже давно просили и вот наконец-таки я это сделала. Сегодня в ролике мы поговорим про настойку горькую царскую оригинальную смородина. Вообще такие фруктовые водки стали общемировым трендом. Они имеют пониженное содержание этилового спирта и обогащены натуральными экстрактами ягод или фруктов. Такие водки вкусные, элегантные, легко пьются и отлично подходят для коктейлей. Линейка напитков царская оригинальная была предназначена для американского и европейского рынка, где фруктовые водки вошли в моду и пользуются успехом в барах и ресторанах. Однако интерес к подобным напиткам возник и в России, поэтому они и были предложены отечественным потребителям. Один из представителей этой линейки вкусов – настойка царская оригинальная смородина. Для ее создания используется свежемороженая черная смородина. Ароматные спирты получают путем дистилляции в медном аламбике. Благодаря современным технологиям, полученный экстракт ягод смородины не теряет своих свойств в процессе обработки. Прежде чем я ее попробую, давайте-ка глянем состав. Туда входит вода питьевая, спирт люкс, ароматный спирт черной смородины и ароматизатор. Крепость 38. У меня бутылочка объемом 0,5, а покупала я ее в перекрестке за 500 рублей. Данная настойка такая же чистого прозрачного цвета, как и предыдущие 5, которые мы уже брали на обзор. По аромату это очень яркая настойка. Удивительно, но я бы не сказала, что это прям ягода. Это скорее всего джем из черной смородины. Что-то еще такое сладенькое есть в аромате, может быть ванилька. Очень насыщенный запах. По вкусу она мягкая и объемная, с нотами засахаренной черной смородины и долгим послевкусием. Царская черная смородина или по-другому курант, пока что в моем личном рейтинге явно где-то в первых рядах. Надо будет как-нибудь сделать прям топ по всем вкусам. Так что в чистом виде этой настойки однозначно да. И давайте же посмотрим, как она чувствует себя в коктейлях. Первый коктейль, который я приготовлю, называется «Летний вечер в Гаграх» или «Гаграх», как у нас говорят. Кидай в шейкер мякоть арбуза и дави маддером. Чуть не забыла, нам еще понадобится туда кинуть ежевику и также ее продавить. Наливай 10 сока лайма, 15 сиропа маракуйи и 40 мл нашей настойки. Подается такой коктейль во флюте, украшается долькой арбузика. И если вам нравятся такие крепкие, ягодные, тропические и сладкие коктейли, то этот вам зайдет. Если честно, опасалась, что арбуз перебьет весь вкус, но нет, тут шикарно смотрится. Настойка с черной смородиной также чувствуется, но она не выпрыгивает вперед, все в идеальном балансе. Второй коктейль называется «Черный сентябрь». Для его приготовления кидая в рог с ежевику и дави маддером. Насыпай дробленый лед, наливай 15 сока лимона, 15 сахарного сиропа и 40 мл настойки. Насаживаем 3 ежевики на шпажку для украшения. Если его описывать в нескольких словах, то будет очень похоже на предыдущий коктейль. Он тоже ягодный, тоже крепкий, но уже не такой сладкий. Так что если тебе ближе к коктейлю не сладкий, то бери вот этот на заметку. Мне не дает покоя этот коктейль. Это уже будет третья попытка, когда я пытаюсь сделать коктейль Наоми. Ну и сразу спойлер, он в очередной раз у меня не получился. Да, слои наконец-таки легли, но не в том порядке. Сейчас покажу, как его делать. И если у вас получится такое повторить, но в правильном варианте, напишите, пожалуйста, что у меня не так. Закинули в шейкер ежевику и малину и подавили мардлером. Наливаем 20 кофейного ликера и 40 мл нашей настойки с черной смородиной. В отдельной емкости смешиваем 15 мл ванильного сиропа и 50 мл сливок. И вот тут начинается самое интересное, потому что белый слой должен был лечь сверху, но у меня он опять провалился вниз. Я не понимаю, что я делаю не так, потому что это уже третий вариант данного коктейля, и в каждом я меняю жирность сливок, и все равно не выходит. Но пора признать тот факт, что руки у меня не из того места. Вот и все. Давайте же дегустировать. Это потрясающий десертный, ягодный, сливочный и сладкий коктейль. Девчонкам точно зайдет. Мне приходится пить его через трубочку, чтобы по задумке автора сначала выпить сливочную, а потом уже ягодную часть. Кстати, когда я его готовила, просто смешав все ингредиенты, эффект был тоже крутой, но так пить гораздо прикольнее. А мы переходим к четвертому коктейлю, который называется Канти Космо. В шейкер кидаю лед, наливаю 60 настойки, 30 трипл сека, 5 сока лайма и 5 клюквенного сока. Ну да, это получается какой-то такой интересный закос на версию Космополитена. Подается в креманке с дробленным льдом, а украшается вишенкой. Лично мне коктейль показался пустоватым, слишком уж много этого льда. А так, если увеличивать, допустим, части соков, то, я думаю, будет очень даже неплохой напиток. Последний, пятый коктейль, наверное, самый простой в изготовлении. Бери хайбл, кидай туда ягоды, смородины и дави мардлером. Наливай 60 мл настойки, 10 сока лайма, а сверху заливай все тоником. Просто, быстро и вроде бы вкусно. С одной стороны, хорошо сбалансированный, круто освежающий коктейль. С другой стороны, ну, как-то скучновато, что ли. И вот, казалось бы, ролик, который я вообще не собиралась выпускать, а вызвал у меня столько эмоций. Спасибо вам, что подтолкнули меня к данному выпуску. Понравилось искать коктейли, еще больше понравилось их готовить и, конечно же, пробовать. Во всех напитках настойка черная смородина оставила свой ягодный след. А что бы ты сам приготовил с такой настойкой? Пиши ответ в комментариях, было бы интересно повторить.